Здравствуйте, друзья! Знаете, какой самый частый запрос в интернете? Ну, по здоровью. Похудеть. Похудеть быстро, похудеть без диет, похудеть без физической нагрузки. Да, и эта информация предоставляется на самом деле. И если я вам скажу, спрошу вас, как похудеть, вы мне обязательно набросаете несколько вариантов. Может быть, те варианты, которые вы пробовали, они сработали, а потом вы опять съехали к своему обычному стилю питания и опять набрали то, что было, плюс 2-3 килограмма. И вот, знаете, я никогда не хотела заглядывать в чужие тарелки. Я Бахтина Елена, врач-кширогинеколог, генетик, нутрициолог. Вот меньше всего я хотела заглядывать в чужие тарелки, потому что я знаю точно, работа с весом это самое неблагодарное занятие. Но так вышло, что я работаю с весом. И у меня студентов, вот прямо сейчас в моем наблюдении, в районе 5000 студентов. И они худеют. Но это слово у нас запрещено. Они стройнеют от слова «строить». И знаете, почему не у меня, а у нас у всех так круто получается? Потому что мы в меньшей степени говорим, что делать. В большей степени я обращаю внимание на то, почему это происходит с вами и какие внутренние механизмы. И оказывается, что когда повоздействовал на центральную нервную систему, на головной мозг ваш, объяснив, как вы себя изнашиваете, если продолжаете тот стиль жизни, в котором полнеете каждый год на 1-2 килограмма, оказывается, если я объясняю, что же происходит там внутри, вы, знаете, был такой ролик. Девушка откусила булку, а потом посмотрела на другую полную, девчонку выплюнула, язык протерла. Вот точно так же делаете, представляете? Я заметила, как это работает, и это круто. И я решила сделать марафон. Прям, знаете, такой трехдневный марафон. Я люблю длительное воздействие на мозг. Вот, трехдневный марафон, который каждый день будет содержать три пунктика, почему я не худею, или неочевидные причины, почему я не худею. Приходите на первый день, мы обсудим углеводную тему. Многие еще не знают, что не избыток жиров в питании откладывается в жиры на талии. Очень многие этого не знают. Вот приходите и узнайте, что избыток чего именно, и почему откладывается у вас на талии или на бедрах.